Прославленный российский путешественник Фёдор Конюхов, установивший не один экстремальный рекорд, за свою полную приключений жизнь, успел побывать в самых разных уголках планеты. Но если в большинстве из них он находился с самыми мирными целями, то во Вьетнаме, по его собственному утверждению, он воевал в составе советского спецназа. Будущий семнадцатикратный покоритель Атлантического океана на парусных судах и весельной лодке Фёдор Конюхов, родился на берегу мелководного Азовского моря в Запорожском рыбацком посёлке Чкалов. С самого раннего детства мечтавший стать путешественником Фёдор в пятнадцатилетнем возрасте соорудил в Сарае-семи метровую лодку, на которой намеревался переплыть Азовское море, однако первая попытка оказалась неудачной. Но случилось это не из-за неопытности Фёдора, а по вине его отца, обнаружившего судно и разрубившего его в щепки. Запрещавший сыну помышлять о приключениях Филипп Конюхов всячески поощрял его творческие таланты. Однако Фёдор вопреки родителю всё-таки осуществил задуманное и, украв лодку в соседнем рыбном хозяйстве, всё же, перегреб Азовское море. С этой маленькой победой и началась его карьера бесстрашного путешественника, который, обладая писательским и художественным даром, собственноручно запечатлевал свои приключения на страницах книг и холстах. Прежде чем заняться делом всей своей жизни Фёдор Конюхов освоил самые разные профессии. В Одесском мореходном училище он получил диплом судового механика, а, поступив на учёбу в Ленинградское арктическое училище, познал тонкости работы штурмана-навигатора. Чтобы порадовать отца Конюхов, окончил Бобруйское училище и получил профессию резчика-инкрустатора. Вообще, Фёдор всю свою жизнь чему-то учился. Чтобы достичь горных вершин, он постиг основы альпинизма, чтобы совершать полёты, брал уроки воздухоплавания и пилотирования, чтобы постичь смысл жизни. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и 19 декабря 2010 года был рукоположён в сан священника родной Запорожской епархии, являющейся частью Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Морские профессии нужны были Конюхову для того, чтобы осуществить детскую мечту и совершить кругосветное плавание. В дальнейшем ему удалось пересечь в одиночку Тихий и Атлантические океаны, первым в мире достичь пяти полюсов Земли, выполнить программу «Большого шлема», покорить высочайшие горные вершины всех частей света, обогнуть на яхте Антарктиду, совершить кругосветку на воздушном шаре, побить рекорд времени беспосадочного полёта на тепловом аэростате, но этим невероятным успехом предшествовала служба в армии СССР. Именно на это время приходится главная загадка биографии Фёдора Конюхова. Чем именно будущий путешественник занимался в армии, точно неизвестно. Существует версия, подтверждаемая им самим, что в период прохождения срочной службы на Балтийском флоте, он как матрос, в составе диверсионного отряда был командирован на выполнение ответственного задания во Вьетнам, Никарагуа и Сальвадор. Вот, что об этом эпизоде из собственной жизни говорил Конюхов, в перестрелках я не участвовал, моей задачей была доставка боеприпасов к местам боев. Приходилось минировать мосты и дороги. Правда, несколько раз в Сальвадоре, когда мы доставляли боеприпасы на один из аэродромов, в меня стреляли снайперы. В другом интервью Фёдор Конюхов констатировал, я сменил много профессий. Воевал во Вьетнаме, Сальвадоре. Журналисты в своих статьях приписывали Конюхову окончание разведшколы в Калининграде, участие в многочисленных засекреченных спецоперациях морской пехоты и спецназа ГРУ. По их сведениям, взвод старшины второй статьи Конюхова взорвал во Вьетнаме столько переправ и мостов, что их до сих пор не могут восстановить. Публицист Вадим Улухан на страницах российского независимого исторического и правозащитного журнала «Карта» опубликовал статью «Советские зенитчики в джунглях Вьетнама против США и Ханоэ». В ней, рассказывая о военной помощи СССР, он ссылается на слухи, что южнее 17-й параллели действовали группы советских спецназовцев. Скажем, бывший морской пехотинец, а ныне знаменитый путешественник Фёдор Конюхов признаёт, что выполнял специальные задания во Вьетнаме. Более того, Конюхову приписывается участие в спецоперации 1968 года, когда группе советского спецназа из девяти человек предстояло совершить рейт-атаку на засекреченный американский военный лагерь «Флайинг-Е». Он находился на территории Камбоджи и использовался для переброски в Северный Вьетнам разведывательно-диверсионных групп, экстренной транспортировки и спасения экипажей сбитых американских самолётов. В результате успешно выполненного задания группе удалось повредить или уничтожить 19 из 20 вертолётов армии США, а одно винтовое воздушное судно из Сирии «Супер Кобра» угнать в Северный Вьетнам. Конюхов своё участие в данной операции не признаёт, но и не опровергает. Достоверных данных о том, действительно ли Ф. Конюхову довелось служить во Вьетнаме, нет. Более того, руководство Организации ветеранов войны во Вьетнаме утверждает, что никакие спецподразделения советских войск во Вьетнамской войне не участвовали. А слова Фёдора Конюхова либо мистификация, либо неправильно понятая журналистами информация. Наряду с этим, по данным Генштаба ВС СССР, в период с июля 1965 года по декабрь 1974 года во Вьетнам для оказания военной и инженерно-технической помощи, армией Хо Ши Мина было направлено 6359 советских офицеров и генералов, а также свыше 4,5 тысяч солдат и сержантов срочной службы. Так что вполне возможно, что среди этого числа военных мог находиться и Фёдор Конюхов. Фёдор Конюхова